В Самаре на этой неделе проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. Так, 8 октября с 9 утра до 5 часов вечера холодное водоснабжение ограничат на проспекте Кирова 157, а 9 октября с 10 утра до 5 вечера по следующим адресам. Канатный переулок 3, 5, 6, 7, 8, 13. Бойлер установят в районе дома номер 7. 10 октября холодную воду отключат с 10 утра до 3 часов дня по адресам. Урицкого 28 и 30. Пензенская 26, 43, 45, 51, 53. Владимирская 37, 41, 43, 43А и 45. Проспект Карл Маркса 11, 13, 15, 19, 21Б, 23. Тухачевского 24, 26, 28. Пятигорская 4, 8 и 10. Бойлер установят в районе дома номер 30 В по улице Урицкого. Телеграм-канал Самаргис вновь возглавил топ престижного федерального рейтинга Нью-Медиа. По итогам сентября мы стали первыми по коэффициенту в облеченности подписчиков, комментарии, пересылки и реакции на посты. Также телеканал Самаргис среди лидеров еще по двум показателям. По суточному охвату сторис, по суммарному охвату – общее количество просмотров, которые набрали публикации канала за выбранный период. Рейтинг основан на анализе 55 российских телеграм-каналов СМИ с количеством подписчиков более 2000. Два человека погибли в ДТП в Самарской области в 16.47 на 364-м километре автодороги Казань, Буинск, Ульяновск, подъезд к Самаре. 20-летний автомобилист, управляя машиной Киа, двигался со стороны села Красный Яр в сторону Ульяновска, выехал навстречу и столкнулся с Рено. 58-летний водитель и 54-летний пассажир которого скончались на месте. Водитель первого транспортного средства обратился за медицинской помощью, уточнили в региональном управлении МВД. В данный момент полиция устанавливает все детали происшествия. Сегодня день рождения президента Владимира Путина. Он возглавил страну в сложное время и уже более двух десятилетий все самые весомые достижения России связаны с его именем. Ему доверили свое настоящее и будущее миллионы россиян. Под руководством Путина решаются масштабные исторические по своему значению задачи народосбережения, обеспечения безопасности и независимости нашего Отечества, достижения технологического суверенитета страны. В Самарской области реализуются все национальные проекты и федеральные программы. Предприятия, обеспеченные госзаказами, получают поддержку для развития социальной инфраструктуры, научного и производственного потенциала. Эксперт рассказал, что может повлиять на решение работодателя при приеме в штат. Красным флажком является наличие просроченной задолженности по кредитам или займам, пусть даже и оплаченной позже. Кредитная история ярко демонстрирует, способен ли человек взять на себя ответственность. Однако это касается не только займов в банках, но и неоплаченных алиментов и услуг ЖКХ. В рамках марафона служения продолжаем рассказывать истории жизни людей, руководителей, муниципальных служащих, волонтеров, рабочих, общественных деятелей, которые посвятили себя своей малой родине и стране в целом. Герой ролика Татьяна Копырина – консультант пресс-службы главы городского округа Самара. Татьяна является добровольцем поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Самарской области. Она один из самых опытных информационных координаторов поисков детей, подростков, пожилых людей, нуждающихся в помощи. Также Татьяна является методистом Центра поиска пропавших людей. Вместе с единомышленниками изготавливает необходимые предметы обихода для военнослужащих и участвует в формировании отправки гуманитарных грузов в зону СВО. Субтитры создавал DimaTorzok